Собирать средства на памятник для старинного русского городка Тотьма, на геребе которого изображена американская лисица. Ее добывали тотемские купцы, промышленники на улицких островах, на Лиловских островах. Один из мореплавателей привез Екатерин, доставил карту. Его звали Шишкин, за что Екатерина жаловала татьмичей золотыми медалями. А еще они Екатерине привезли черную, живую, пушистую, серебристую лисицу. И Екатерина Великая пожаловала на герб этого словного города черную лисицу. И сейчас на гербе вот эта американская лисица в золотом поле бежит. Мне кажется, вы из Тотьмы, да? Да, я родом из Тотьмы. И мы обратились с инициативой к татьмским властям, к татьмичам, всем татьмичам, которые проживают в России, к соотечественникам, к зарубежным, даже уже к нашим друзьям, партнерам зарубежным, с тем, чтобы какие-то средства собрать и поставить памятник вот этой черной лисице, которую добывали татьмичи россияне у берегов Аляски. И, конечно, мы благодарны народу Аляски, Алиотских островов, за сотрудничество, за их память. Скажите, сегодня в доме зарубежья проходит что за вечер? Сегодня мы проводим песенный вечер с песней «От России до Аляски». Ну, в числе у строителей Московская историко-подсветительская общество «Русская Америка», Елена Петницкая, известная певеца, и Александр Алмазов, руководитель юбилея художественного «Алмазов», решили такой сделать концерт, устроить. Мы в Севологодске, из Севологодского землячества, вот хотели помочь родной нашей Вологодщине и городу Тотьма таким образом. Когда в «Русскую Америку» поедем? В «Русскую Америку» хоть завтра, да. Давайте билеты сразу, мы не откажемся. Тем более, что мы там проводим научно-поисковую экспедицию, поисковые работы на одном из островов, архипелаг Александра, где нашли свидетельство о пребывании 15 пропавших моряков, пропавших еще в 1741 году. А вот американский исследователь, ученый Голдер, изучавший архивы русские в России, в том числе, сто лет назад сказал, что эта история, в общем-то, навсегда останется загадкой с севера, она никогда не будет разгадываться. А мы открыли, что нашли, Архасыч, что раскрывает эту тайну. А что нашли? Нашли следы индейского жилища, нашли индейские пеленги, индейские, простите, петроглифы, на одном из которых изображение, как будто бы вот этого двухмачтового парусника, Св. Павел Пакетбот, двухмачтов они были, да. А что любопытно, рядом находится изображение Алиутской байдарки. Алиутские острова где-то тысячи километров отсюда. Значит, тут индейский художник Клинкит изобразил, возможно, такое пришествие и Алиутов, и какого-то корабля, такое чудесное, неизвестное. А сейчас россиян помнят в Америке? Да, конечно. Вы спросите, там Чериков и Берин, конечно, знают. Вот, когда я был в Ситке, то я сказал, что я из Тотина, рода, родина Ивана Пускова. Там все, Пусков, Пусков, уже кричат. У меня Пусков, подобно. Спасибо. Да.